МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые интересные темы города и региона в программе Котлского объединения телевещания. В студии Елена Литвин. Здравствуйте. Земский доктор с мировым именем. Сегодня в Котлосе открылись шестые воины-ясенецкие чтения. Они посвящены сразу трём юбилейным датам. 140-летию Святого Луки, 100-летию Котлоса и 90-летию Котлосской городской больницы. Мероприятие, объединяющее Русскую Православную Церковь и профессиональное сообщество врачей, проходит в нашем городе по инициативе Министерства здравоохранения Архангельской и Вологодской областей, а также Северного государственного медицинского университета. Утренний молебен, как дань памяти архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке, известному хирургу, профессору медицины, чьи теоретические и практические открытия спасли в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч жизней солдат и офицеров. За то, что воин Айсенецкий стал православным архиереем, он провёл в северных лагерях в общей сложности 11 лет. В 2000 году был реабилитирован и практически сразу канонизирован Русской Православной Церковью. Он исцелял как тело, так и душу человека. И мы все знаем, что он никогда не приступал к операции, не помолившись, не испросив помощи и благословив Господу. Его очень большой труд о гнойной хирургии, которую написал в 1943 году. Это ведь и сегодня студенты медицинских институтов, академий изучают вот этот курс гнойной хирургии по его учебнику, по его труда. В этом году воины Айсенецкие чтения посетили около 300 гостей. Для них была организована работа нескольких секций – хирургической, терапевтической, педиатрической и секция духовной безопасности молодёжи. Шестые воины Айсенецкие чтения продолжатся завтра в плане посещения памятных мест, связанных с именем святителя Луки. В Котласе это мемориал Макариха и хирургический корпус, где оперировал и спасал жизни воины Айсенецкие. Там состоится торжественное открытие памятной доски. А сейчас к другим темам. В колонии Котласа задержали телефонную контрабанду. Крупную партию средств связи и комплектующих к ним сотрудники исправительной колонии номер 4 обнаружили при досмотре строительного компрессора. Внутри него было спрятано 7 мобильных телефонов, 2 сим-карты, 14 зарядных устройств, 26 аккумуляторных батарей, а также гарнитура к средству связи. Кому предназначалась посылка, а также оперативное видео по изъятию контрабанды, смотрите в нашей программе завтра. Продолжаем. Сегодня большой юбилей отмечает главная газета региона «Правда Севера». Старейшему изданию «Поморья» исполнилось 100 лет. Еще полвека назад «Правда Севера» была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Это не единственный, но, пожалуй, самый дорогой знак почета. А потому орден Трудового Красного Знамени, которого издание удостоилось в 1968 году, редакция передала на хранение в Архангельский краеведческий музей. Мы исходили из того, что это достояние народа в прямом смысле слова, что эту награду заработали и поколения журналистов, и поколения читателей, все жители Архангельской области. Орден не может быть ничей собственностью, потому что это награда. Как было сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР, газета награждалась за подотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Архангельской области и за мобилизацию их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием выхода первого номера газеты «Правда Севера». Всего с 1921 по 1991 год в стране таких орденов было вручено более миллиона двухсот тысяч, и один из них принадлежит главному изданию Архангельской области газете «Правда Севера». Областная газета «Правда Севера» объявила декаду активной подписки. С 11 по 21 мая подписаться на любимые издания можно по специальной цене в любом отделении почтовой связи или на сайте «Правда Севера». Подписной индекс издания – П4182. Подробности по телефону 8 902 703 93 03. О других значимых событиях региона узнаем прямо сейчас. Главное событие прошедшей недели, конечно же, празднование Дня Победы. Неприветливая холодная погода, которая до сих пор царит в нашем регионе, не помешала отметить главный праздник весны весело и масштабно. Парады, митинги, торжественное возложение цветов к памятным местам – все прошло красиво, пафосно, как должно быть. А еще спортивные рекорды в честь Дня Победы, выступления артистов на уличной сцене, угощения ветеранов кашей с тушенкой из полевой кухни, праздничные салюты. В Вельске в преддверии Дня Победы в 15-й раз прошла патриотическая акция «Автопробег молодежь-ветеранам». Суть ее проста – группа активной творческой молодежи едет по деревням района, возлагает цветы к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, а затем дает концерты в сельских клубах и ДК. Автопробег давно стал традицией – приезда ребят ждут, к ним готовятся. Так было и в этом году. В Новодвинске на прошлой неделе внимание родителей было приковано к открытому областному турниру по флорболу «Волшебная клюшка». Его участники – пять лучших команд воспитанников детских садов из Новодвинска, Северодвинска и Архангельска. Одной из самых интересных игр в серии стала последняя встреча между Новодвинской двиной и Архангельской барракудой. Дети по очереди проводили жесткие атаки на ворота противника, но в середине игры новодвинцы взяли инициативу в свои руки и начали забивать голы один за другим. К концу первого тайма счет 6-2 в пользу двины. За второй тайм еще шесть мячей в воротах барракуды. Это было красиво, однако по сумме очков за турнир Новодвинская двина заняла четвертое место. Золото увезли с собой дошколята из Архангельской искры. А Котлас на прошлой неделе гордился достижениями своей девушки-стрелка Елизаветы Абрамовой. Она отлично проявила себя на областных соревнованиях по пулевой стрельбе. Соперниками Лизы были три десятка спортсменов-разрядников из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Приморского, Плесецкого и Устянского районов. Но воспитанница Котласского тренера Владимира Топорова Елизавета Абрамова вошла в призовую тройку. Это заметный результат, поскольку стрельбой девушка занимается всего два года. Северодвинская звездочка на прошлой неделе представила миру новое океанографическое судно Академик Александров. В торжественной обстановке состоялся вывод корабля из Элинга. Предназначение красавца усиленного ледового класса многоцелевое. Не только для проведения морских исследований, но также поисково-спасательных операций, дноуглубительных работ, буксировки, транспортировки военной техники. А еще Академик Александров может поднимать затонувшие морские объекты, в том числе представляющие экологическую опасность. Судно строится по заказу Министерства обороны России. Закладка состоялась в декабре 2012 года. Передача заказчику после ходовых испытаний запланирована на конец 2018-го. Несмотря на прохладную для весны погоду, клещи активно атакуют. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в области зарегистрировано уже более 170 случаев укусов. Больше других от укусов пострадали жители Вельского района. Там за медицинской помощью обратились 36 человек. На втором месте Котлас. В нашем городе 24 укушенных. По 22 обращения в Устьянском и Котласском районах. 18 в Красноборском. В Северодвинске всего 4 случая. На сегодня прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали 4848 жителей Поморья. За ревакцинацией обратились около 15 тысяч человек. И тем, кто привит и не прошедшим вакцинацию при присасывании клеща, стоит безотлагательно обращаться за медицинской помощью. Как мы и обещали, сегодня были подведены итоги телепроекта «Подвигу жить в веках». Его участниками стали почти пять десятков мальчишек и девчонок. Примечательно, что подарки получили все номинанты. Не только открыто продемонстрировать свои таланты, но и сказать таким образом «Спасибо за победу» решились 46 человек. Всего за две недели юные котлашане показали 34 творческих номера. Одни пели, другие танцевали. Большинство читали стихи. Я увидела рекламу этого проекта по телевизору и решила принять в нем участие. Мир наш, изменить стомли. Я готовилась с мамой, рассказывала стихотворение. Это он, славдат могилы державы, охраняет мир на всей земле. Участвование тех участников, которых отметили партнеры телепроекта, состоялось сегодня в игровой комнате «Планета детства» торгового центра «Адмирал». Главный итог – не только буря положительных эмоций, малыши всегда дарят их сполна, но и презенты для ребят. В детском конкурсе без подарка не остался ни один ребенок. Мы ученики школы-интерната хотели бы сказать спасибо Ирине Владимировне, которая нам предложила участвовать в этом конкурсе. Еще одним неожиданным и незабываемым подарком для детей стало мыльное шоу. Под сопровождением веселой музыки, как по волшебству, в детской комнате стали появляться мыльные пузыри самой необычной формы. От виртуозной игры с ними Андрея Стрекаловского в восторге остались и дети, и их родители. Я хочу сказать большое спасибо всем участникам проекта. С вами было очень приятно работать. Огромную благодарность выражаю нашим партнерам, которые оказали финансовую поддержку и помогли с подарками. Без вас вот такого большого проекта и замечательного праздника у нас не получилось бы. Сладкие подарки, конструкторы, куклы, настольные игры, спортинвентарь, наборы лего и многое другое были вручены участникам проекта от компании «Котласская сторона», «Водолей», «Русский стиль», дизайн студии «Флорина», торговых центров «Адмирал», «Строймир», «Реалмаркет», магазинов «Русское золото», «Калаш», «Ева», «Техноцентр», «Азалия», «Шины диски», аптеки «Арника плюс» и «Котласского рекламного центра технологии». Всем остальным ребятам подарки приготовил гастроном Семеновский. Их можно будет забрать уже завтра у администратора. В Архангельске стартовал проект регионального центра спортивной подготовки по море под названием «Умею плавать». До конца учебного года десятки школьников совершенно бесплатно будут посещать бассейн и получать жизненно важные навыки пребывания в воде. Конкурс на право принять участников проекта «Умею плавать» выиграл бассейн «Водник». Заниматься плаванием там будут 180 учеников начальных классов из трех школ Архангельска. До конца мая малыши пройдут курс молодого пловца, включающий 24 занятия с опытными тренерами. Обучение в рамках проекта «Умею плавать» проводится прежде всего во имя безопасности ребят. Минувшим летом в водоемах региона утонуло шесть детей. На самом деле у нас очень нехорошая статистика по прошлому 2016 году. Детская смертность на воде у нас увеличилась в два раза. И, конечно, наша совместная задача – научить наших детей держаться на воде. Проект «Умею плавать» – это, по сути, старый добрый всеобыч. На его реализацию областной и городской бюджеты выделяют около трех миллионов рублей. Коряжма стала первым в городе в Архангельской области, где была внедрена программа «Плавательный всеобыч». Проект успешно реализуется уже более десяти лет благодаря совместным усилиям местной власти и бизнесам. Ножки моторчиком, ручки стрелочкой. Эта группа первоклашек уже уверенно держится на воде. Хотя многие из них только в январе пришли на занятия в детский бассейн спорткомплекса «Олимп». Стоим около бортика, мы учимся дуем пузыри. Также наливаем на личика водичку, чтобы они не боялись воды. К ним нужно осторожно, чтобы они не испугались, чтобы они потом на следующее занятие пришли и они дальше хотели заниматься. Большой бассейн «Олимпа». Особая гордость Коряжмы 50-метровыми дорожками в регионе может похвастаться разве что столица Поморья. В рамках программы «Плавательный всеобыч» здесь каждый день проходят руки для тех, кто уже умеет держаться на воде, задерживать дыхание и работать ногами. На первых порах в помощь тренерам специальные крючки. В период адаптации с ними отрабатывается правильное горизонтальное положение. Чтобы было понятно, что нужно попу поднять, тело положить на воду и ножками работать. С 2006 года участниками программы «Плавательный всеобыч» стали более 4 тысяч первоклассников. Еще порядка 500 коряжемцев вольются в ряды умеющих плавать в этом году. Я хочу научиться плавать, чтобы летом не утонуть на речке. Чтобы ноги всегда были спортивные. Когда поедешь отдыхать, важно плавать, чтобы не утонуть и не захлебнуться. У нас рассчитано 28 часов. Один час – это соревнование. 27 часов. Дети, которые ходят постоянно и не пропускают, уже умеют плыть и кроль на груди, и на спине, причем в полной координации и по технике. Проект, нацеленный на обучение полезным навыкам, оздоровление и закаливание детей, муниципалитет реализует совместно с местным градообразующим предприятием – группой «Элим». Ежегодно у нас планируется денежные средства в рамках муниципального бюджета. И это совместный проект, где мы получаем на условиях софинансирования денежные средства с благодарительной фонда «Элим-Гарант». За последние пять лет у нас на этот проект реализовано более 6 миллионов 800 тысяч рублей. Это очень важно, потому что еще древние греки говорили, он не умел ни читать, ни плавать. То есть еще тогда плавание приравнивалось к чтению. Это о многом говорит. Для детской и юношеской спортивной школы Коряжмы проект «Плавательный всеобуч» как ярмарка талантов. Перспективных учеников тренеры отбирают для дальнейшего спортивного совершенствования. Сегодня в Котловском дворце культуры открылась выставка продажи ивановского текстиля. Она продлится до 20 мая. Что привезли предприниматели, узнаем прямо сейчас. Главная гордость ивановской выставки – это текстиль от компании «Принцесса на горошине». Если вы любите спать на качественном и красивом постельном белье, обязательно посетите эту ярмарку. Яркие комплекты из поплина, сатина, бязи станут не только верным спутником здорового сна, но и отличным подарком родным и близким. Халат брала тут, ночную брала, где-то постельное брала. Качество хорошее, да. На выставке также представлена и другая, не менее приятная продукция для сна. Перьевые, бамбуковые, пухоперьевые, подушки премиум и эконом-класса. Одеяло, пледы, покрывало в стиле пэтчворк. Как здорово прохладным вечером закутаться в него и насладиться его мягкостью и комфортом. Давно искали, чем закрыть угловой диван? Берите вот такие красивые наборы. Раза два были здесь, да, с дочкой. Так я эту курточку она купила и подушку. Внуку купила трусы. А еще предприниматели предлагают оценить и купить ивановский трикотаж. Мужские рубашки, футболки для мужчин и женщин, ночные сорочки, разноцветные туники, блузки, халаты, носки, нижнее белье. Есть и модная верхняя одежда, куртки, плащи, пальто. Цены самые привлекательные, размеры до 60-го. Для домохозяек полотенца с интересными рисунками, замечательные праздничные скатерти. Выставка продажи ивановского текстиля от компании «Принцесса на горошине» будет работать в Котловском дворце культуры всего 5 дней. До 20 мая с 9 до 20 часов. Поспешите пенсионерам скидки. 19 мая в 18 часов в Котловском драматическом театре торжественное закрытие 81-го театрального сезона. Спешите посмотреть легкий, искрометный музыкальный спектакль «Беда от нежного сердца». О том, как выбрать пылкому юноше одну единственную, если сердце буквально тает при виде каждой прелестницы. Билеты уже в продаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На 1976 году ушла из жизни Большакова Нина Михайловна. Много лет она проработала в столовой речи Порта. Отпевание и прощание с Большаковой Ниной Михайловной состоится в Свято-Стефановском храме Котлоса. 17 мая с 11 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok